В здание, в здание заходим. Женщины просят туда. Давайте пройдем туда. Просьбу предачника выполнять. С миром принимаем. Кто уже молился, а тот не планируется. Какой-то кто-нибудь не был. Тарасик тоже вместе со мной. О, а он чего вы не веку? А он выглядит. Да вот, что тут. Так, отключи там. Сразу, к ней, где-то подключайся. Держим еще. Да, да. Не надо делать вот это вот. Или я стою, что-то подключу. Чуть-чуть, что-то подключу. Спокойно. Я вам просто... Замолиться святых отец наше. Господи Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй на нас. Отче наш, Иже Иси на небесе. И досветится имя Твое. Докридит Царствие Твое. Добудит воля Твоя. Яку на небесе и на земле. Хлеб наш насущный. Дашь нам днесь. И остави нам долги наши. Яку же, и мы оставляем блажников нашим. И не веди нас в искушение. Но избави нас от лука в огонь. Ибо Твое Царство, Силы и Слава вовеки. Аминь. Слава Свою Сыну и Святому Духу. И ныне и пресное, и вовеки веково. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благоство. Аминь. Замолит и причистоти Матери всех святых Твоих. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй на нас. Аминь. Божьей милостью будем и грешен. Создавами Господи, помилуй меня. Бесчеслава согрешил Господи. Прости, не грешен. Помилуй, святей дарит слов истинно. Аминь. Володя, почему свет не включаешь? Я по сердечной ширине не могу понять. То есть, темноте лучше или что? Ну, шторки открыты, я из-за этого не включаю. Потому что тем более, этот свет будет перебывать тот. Немного о молитве сказать. Вот эти львы стоят из-за чего? Ну, из-за чего? Потому что вчера они смеялись на молитве. Так, Старасик, погодись туда. Чего ты смеялся на молитве? Он звучал... Только без этого. Только о себе говори. Сразу у тебя все время на кого-то. Ты везде второй и невиновный. Это немецкие солдаты шли. А меня послали. Послали в лагерь здесь, погибли все. А которые не пошли выше, как свидетели Иеговы называемые. Причину скажи нам, чтобы мы тоже знали, как подготовиться. Причину, почему я к нему полез? Из-за чего ты засмеялся? Ты видел, что молимся мы? Да. Ты понимал, что мы не в кино смотрим. И почему ты засмеялся? Ты понимаешь, смех твой был от Бога или от кого? От дьявола. Ну, тем более. Я сегодня засчитывал... Каждое утро я события дня делаю. Ну, и спрашивает меня, надо дневники вести, как вести. А я беру свои вопросы, ответы с книги «Открытым оком». Ну, вот вопрос любому задают. Как вести дневники по порядку? Чего будешь отвечать? Да, я вчера не вел, даже не... Сегодня нет. Так, тебе вопрос задают. Мойки вместе. Так, вопрос задают. Это мне в университете, я на кафедре стою. И вопросы не подготовлены. А первое время я беру 750 человек сидит в зале. Актовый зал. Милиция, там сотни этих сотрудников. Или я на радио и тут же вживую. Каждое воскресенье у меня была передача, онлайн называется. Живая в эфир. Часовая. Вопросы и ответы. Часовая. Думать некогда, спрашивать некогда. Интернета не было. Как вести правильные дневники? Не знаю. Виктор Николаевич. Ты стоишь за кафедрой. Вон смотри, самый умный философ. Сократ и глаза на выпучку, все у него сходится. Ну, отвечай. Ну, обычно пишу дату, какая дата была, допустим. 30 число, первое число, месяц, год. Дату надо первого написать. Ну, дату, ну, дальше ты не крутишь. Что дальше дата-то? День недели обычно пишу. Какой там? В полной, среда, четверть, пятнадцать. Ну, по порядку. Он рассмешил всех. Владимир. Игнатий Ильич не имел опыта ведения дневников. Тоже хороший ответ. Давайте приступим к этой половинке. Наталья. События дня записываешь. Самые яркие события, произошедшие за день, записываешь их. Человек-учитель в школе. События дня. Что, отвечать, как двойки ставил? Учитель. Да не учитель. Тракторист. Сеет, засевает поля, кормит страну. Что он может записать вечером? Сегодня посадил. Погода. Ты сама-то ведешь дневник? Нет. Ничего себе. Верблюд учил, как правильно рожать овечку. Ничего себе. Так, Мария, давай. Ну, мысли... Наверное, мысли, которые появляются... На Марии, руки сзади не держатся. Так, дальше. Мысли хорошие и плохие. Правильно. Ну, конкретно. Вот вчерашний день прошел. Что ты записала бы? Я не била дневник. Бы. Если бы вела. Как были на кухне, как мух били? Муха. Так. Марина, давай. Ну, во-первых... Так, ну не надо. Мы не на лошади по кашку шком пойдем. Так, значит, надо быть более внимательным к себе, записывать все мысли, которые приходят от дьявола и, если есть, божьи мысли. Значит, все события, которые происходят, я записываю. Все нужные вопросы, которые возникают у меня в мыслях, в делах, в словах, я тоже это записываю. Потом их анализирую, значит, открываю слово... Анализируешься. Со словом, со словом. Тебе спать охота уже. А ты сидишь и до утра... Разговариваю с Господом. Открываю слово Божие, читаю, если мне это полезно. Открываю святых отцов. При дневнике? При дневнике. Святых отцов? Да. Вечером? Да. Сколько лет ведешь дневник? Лет семь. Вчера записала что-то? Нет, здесь я не успеваю записывать, но я мысли свои как бы анализирую. Так что не до святых отцов-то? А здесь нет, здесь некогда. Ну, в общем-то, мысли-то правильно, но если так все это говорить, тебе не хватит до утра разобраться. Так, Надежда Васильевна, что записала вчера? Как была недовольна, как там меня обидели, каждый день недовольна, обидели, не додали, не дохвалили. Мне. Подробное не. Так, Марина Александровна. Все грехи свои записываю. Я давно вела дневник, вообще записываю события. Что бы вчера записала, записала бы, как приезжали братья. А ты как перестаешь-то людям отвечаешь? Не мне. Понимаю. У тебя аудитория. Потом это придется напечатать в книге. И ты сама посмотришь, прошло уже 30 лет, как я вел занятия. Я сегодня считаю, ни слова не могу ни добавить, ни убавить. Мне все удивятся. Так у вас что? Такая вот стагнация, застой и все. Почему? Наоборот. Я прихожу к конкретной теме. Я ее дорабатываю до конца, и к ней добавить нечего. Как? Вы так уверены? Зачем уверены? Это вы сами подтвердите. Вы 10 лет сидите, слово, наверное, не могли написать. Форум – это спор. У меня форум. 1600 тем. Тема отдельная работа, отдельная диетия. Тем разных. И вот уже сколько? Три месяца ни одного отзыва нет. Ну, 200-то человек, до 700 иногда заходят. Зачем они заходят-то? Это форум, я говорю, о форуме, не о сайте. Ни одного слова нету. Ну, бывает, кто года четыре назад был, один начал там хамить и везде троллить. Флуды разные. Ну, с этими разговоры говорится. Еще уже список вверх ногами, с пятого этажа. Специально. А я пришел навредить вам. Он не скрывает даже. Обычно как? Если я его закрыл, то, ну, разрешите мне сказать, разрешите. Это везде такое. У меня наоборот. Она зашла и сказала. Сказала и сразу раз, два, три, три выступления. А убрать-то не может. Она приходит ко мне год за годом, уже около десяти лет. Умоляю, Христом Богом, уберите, что я написала. Я дура набитая, что я написала. Я не убираю. А зачем убирать? Это твои слова. Так и пусть будет. То она была киска, то одарка под разными именами. Вышла на модераторов, нашла. А те говорят, а мы не властны, у нас администрация. Главный администратор, он решает, что убрать. Убрать у меня запрещается ни одной буквы без моего ведома. Без моего ведома никто не имеет права ребенка тронуть. 45 лет никто, ни одного ребенка, ни дернул ни за волосы, ни за ухо, ни ударил, ни родителей, никто. Это с первого дня. И вы знали, я знал. Вы не можете наказывать. Вы не можете дневник правильно составить. Я отвечаю так. Сошлюсь на авторитеты. Два авторитета, очень известные в России. Пишут дневники в одном возрасте, 80 лет. Люди всемирно известные. Еще люди не догадываются. Я в сколько пишу. Лен Николаевич Толстой, 82 года, в Ясной Поляне. И он пишет дневник. И отвечает все. Второе. В 80 лет, на 80-м году умирает Иоанн Кронштадтский. Почему-то святой и праведный. Ни о ком больше не говорят. Не знаю. И он пишет каждый день дневник. И я беру из дневников Льва Николаевича Толстого, Сергеева. Иоанна Кронштадтского, фамилия Сергеев. То есть это не мое. Известные люди. Ну, конечно, известно. Анализировали. Оба анализировали. А один с позиции нравственности, как он понимал. А другой с позиции Божьей. И заканчивался до молитвы. Да, я и сегодня тоже отвечу. А есть люди, которые опровергали ни одного. Не пикнет. Самый даже злобный. И тот угас. Ответ не из опыта моего только. А я подтверждаю, что это именно то самое. Другого не дано. Вот это простой вопрос. Простой ответ. Я тебя спрашиваю. Ты засмеялся. Это возможно. И об этом говорит Иоанн Кронштадтский. Ты засмеялся. И он нигде не ищет виновата. Он говорит, да, я озлился. Она такая, называет ВАИ. Она все впереди меня. И повезла меня в городе. И не сказала адрес. Ехали, ехали, ехали. Я до того обозлился на нее. У меня столько людей ждут. Он все это пишет. Но потом одумался. И сказал, какая она молодец. Так далеко. Люди не ждали. Я приехал. И был больной. Я помолился. И Бог простил меня. Он помолился. И он чувствовал, что Бог простил его. Часто было из-за метра. У меня около 20 метров. Дьяка наложил много ладану. Я подумал, закоптит. Я обозлился на него. Прямо обозлился. Но потом помолился. И Бог простил меня. Другой. Был в таком-то городе. И вдруг статья такая. О пришествии еще там антихриста. Другое. И пишет кто? Человек, у которого никакого образования нет. А я академист. У меня звание. Я академик. Но я подумал. Мне так не написать. Я сам не знаю на кого. Но обозлился. Обозлился. Так нехорошо стало. И что нехорошо. Из-за того, что нехорошо. Мне еще больше нехорошо. Кому я позавидовал. Когда у него не образование еще. Но он написал такую статью, как мне не написать. А я в свой адрес неоднократно это слышал. Я его понимаю, о чем он пишет, Ян Кронштадтский. Мне вот что нападает где-то, это 100% из-за зависти. Они не могут сказать. Они боятся. Боятся архиерея. Люди говорят. Впервые встречаем человека, который никого не боится. Никого. Это не так. Я боюсь. Я спрашиваю, на суде были как. Ой, как вы вели себя. И КГБ обличали. И ООН. А я говорю, я трепетал внутри и весь. Я вам скажу, я боялся ужасно как. Но зато он говорит, за это Бог не судит. Ты преодолел, ты сказал, ты врезал. Врезал не человеку, а врезал на камни оловом. Как святая Библия говорит у Иова. Заш, почему ты засмеялся? Потому что он засмеялся. Потому что он засмеялся. Ну каждый день кто-то будет смеяться, и ты будешь смеяться. Смех без причины. Что? Смех без причины. Кто знает? Признак дурачины. Тебе нравится это? Быть дурачиной? Нет. Ну нет, даже разумение правильное. А он засмеялся. Давай теперь спросим, а что ты засмеялся-то? Смешно было. Смешно. А из-за чего? На молитву стали. А тебе стало смешно? Я знаю ничего. Он не знает. А я знаю. Вот так вот. Ну что он может написать в роднике, когда вырастет? А я тебя не спрашиваю, ничего не надо. Ты за себя не ответишь. А теперь спрашиваю, а вы смеялись? Было на молитве? Было. У нас было. Ну, было просто. Дедушка взялся за какого-то молитву. Почему? Ну, подсунули, видимо, что-то дали. И дед нам пообещал дать там по три рубля. Вы молитесь. Ну, три рубля в то время. О, это большие деньги были. А мы стали молиться. И оказалось, этого за кого молиться, канон ему, Мартина, назвать. Начали молиться. А у нас все было. Мартин повесил яйца на тын. И до того смешно сделалось. Я на молитве засмеялся. Дед мне шалкушку дал. Главное, Мартина такое редкое. И такой приговор этот был. Они соединились вместе. Я уже большой был, пятом классе. И вот засмеялся и получил шалкушку. А дед еще на лево. Так, смеяться на молитве не надо. Написано, со всякой серьезностью. Приступите. Если можешь, связу пролей. Так, сегодня я уже сказал. Отменить я не могу свой указ, как у Артаксерса было. Так что вы тут вставите, тут и попитайтесь. А завтра в обед сядете на место. Это вам для памяти. Рядом больше не садитесь нигде. Ты головой не крути. Я противодействие, противоядие даю. Чтобы этого не было. Головой не крути. Ты везде подцепишься. А если бы другой заплакал, поверь, плакать ты бы с ней не стал. А написано, плачьте с плащущими, радуйтесь с радующимися. А не так он смеется. И я хихихихиха-ха-ха. А вот он заплакал. Ты будешь рядом с ним плакать? Нет. Нет. Неужели. Зачем? Да у тебя столько энергии налит, а она через затылок выхлестывает. Только спереди. Вот, применивано, доброе дело. Сегодня у меня, можно сказать, вот эти вот тройка огорчили. Чуть-чуть они вылетают в эту прихожую, где ластощата на вылете. И там торчат. Сегодня 6 июля. Какой же это холод. Чуть похолодало. Похолодало, да. Но не такой же холод, чтобы прятаться от него. Ластощата, если вывелися, лучшей температуры уже не будет. А они на вылете. И вы тут крутитесь, он может испугаться, из них гнезда вывалится. И в гнездо обратно его не посадить, он пропал. А на полу его мать кормить не будет. На улицу выставлю, она его не признает. Не останавливайтесь, быстренько проходите, даже не глядите на них. Только я вернусь, вижу, опять уже дверь открыли туда. И они друг друга нашли. Они дружные такие. Вытряхнутые. Бегай по двору, круг за кругом наматывай. Застыл. Взрослые начинают за них заступать. Они будут кашлять. Туберкулез в пятки зайдет. Глупости это все. Я беру только на сегодняшний день. Вчера не было электроэнергии. А почему? Ну, прошел дождик и с ветром с большим. Признали так, что наклоняет там деревья, а некоторые провода идут там. Сырость это дополнительное свойство электропроводимости. И стали искать, и нашли там сук обломленный. Сразу опять за Романом. Железная лестница. Роман туда. Чик. Вот такой толщины сук. Я подошел, постоял. И думаю, дай-ка я пройду. Потихоньку пошел. А у Глушкова прямо через ветки идут провода. Я пошел дальше. И у нас там маленько касается. На нашей уже территории. Я Игорю сказал, так лестницу тащить не надо. Мы свою принесем. А что нам? Это Игорь Барабаш. Ему надо конкретно сейчас. Идите домой. Делайте свои дела. Мы с Володей поправимся. И мы с Володей большую лестницу притащили, поставили. И увидите, как с этой стороны все подряд. Деревья бывает, береза, с сережками, которые висит. Сеет, которая материнская. А бывает, которая без этого. С сережками на веник. Значит, ты должен сережки обобрать. Иначе ты весь будешь в семенах. Ну и вот мы ее привезли. Вот здесь лежит, которая без сережек. Сегодня я буду делать веники. И вы будете все рядом. И будете сами делать. Учиться в веники. Веники деньги стоят. Когда едешь на дороге, везде веники продают. Такой шест какой-то поставят продавцы. Мед, баночки там. И мы успели с Володей сделать и привезти березу. Но когда проходили мимо нашего озерка, я увидел лежит береза. Березка обделанная. Кто это сделал? Нашу березу, береза, посадки мои. Пруд мой. Я за свои деньги нанимал трактора, бульдозера. Они приходили, делали. Тут Павел вложил тоже, кажется, 100 рублей. А по тем временам у меня оклад был 72 рубля. Это деньги были. Ну, пилили деревья. Березка осмотрели. Ну, кто? Раньше пилил. Прямо здесь же, здесь был у нас тут Миша Никитин. Он подойдет, спилил и. Ну, как это называется? Не бракодел, а кто там есть? Браконьер. А! Ну, человек, который... Браконьер, говорят. Браконьер. Вот. Браконьер. Вот. И он нас... Мы видели, потому что никто так не пилит. Не пойман, не был. Это неправда. Многие пойманы. Не пойманы, но ворами. И отбывает срок. И здесь кто? Ну, потом посмотрел, самое основание отломлено. И там что-то было привязано. Видимо, в дерево вошло. Оно ослабло проволоку. Ну, мы... Это наша добыча. С Володей забрали, привезли. Что-то на дрова, что-то так. Это все между делом. После дождя. Пошли, Володя, говорят. Ну, кого-то взять надо. Там веткинцевская. Да никого, я один поправлюсь. И там большая куча. Я успел один сделать. Мы лишь и тогда с вас не трогаем. Это я вам рассказываю о вчерашнем дне. Какое он было интересное. Сегодня, видите, какая сила. До завтрака. Кто бы ни был здесь, это мои работники. После завтрака Виктор Николаевич. Забираешь их. Так, ты... Там прибрал, прибор-то сделал? Нет, Сергей Николаевич? А, Павлович. У себя где там, все, как везде. Нет. Значит так. Марина, забери за это дело. Выбери сестер. И туда у него. Перетрясти сверху покрывала. Хорошо. Подмести, помыть, протереть, убрать. Если бульдозерец будет, это гостиница. И... Хорошо. Которая там стенки, на стенки называют. Там, ну, сегодня гаранда называют. Вот. Все прибрать, убрать, как здесь было. Хорошо. Вокруг окрестность. Мы обиходили вчера. Ползком на коленях. Вырывали, вырезали. Огромная куща там, крапивы, кажется, счета нету сколько. Меня вчера немного, можно сказать, опозорил. Я его не вижу, Романа, малыша. А как это так? У вас же хорошее отношение. Да, хорошее? Нужно было грабли. Ограбли нету. Просто отломаны. Без рожка, без всего. Ну, Егор первый и говорит, надо, а нету. Я говорю, возьмите и пойдите к Роману-Малышу. Он трубку сделает, приварит. А в трубку-то дерево вставлю. Я тут сделаю. А какую я ставлю-то? Проходит какое-то время, немного. Он приходит. Он приварил. Наждакон заделал. И такую ручку поставил, чтобы никогда не поставить. Понимаете? Если кто знает, как я делаю и как делал Роман, нас сравнивать даже близко нельзя. С какой тщательностью, с красотой. И все поймут, кто я такой. Никакой. В сравнении с Романом. Он все может делать. Понимаете, защистил, грабли блестят, ручка блестит. Боязно браться даже. А я все сделаю, батюшка говорит, я уже знаю, ты сделал. Все сделано. А задвижка, допустим, у Толета, она сделана такая, чтобы меня руками проворачивать. Но никакой врага не откроет. Не обделана, ничего, с двух стороной маленькой. То есть, никакой. И на его фоне я просто опозоренный. Добро можно человека вот так вот поставить. Вот я вам рассказываю, не скрываю это. Какое у меня было чувство, когда я посмотрел, я сразу заглох. Это не крапиву выкорулку отец земли. Так. Смех без причины? Что? Призм дурачины. Тебе это надо? Нет. Не надо. Вы одинаковые по росту и все. Паврус теперь всегда становитесь, друг на друга не смотрите, творите молитву. Вот маленький разбор вчераши. Вот это дневник. И вот это ответ, который я дал. Я должен знать был, спрашиваться, а где было. Просто много надо считать. У меня здесь архив есть газетный. Сколько газеток есть? Вот она не развернула, а вот так газета. По высоте 13 метров. Это сколько этажей? 750 килограмм. Я все подсчитал. И газету не возьмешь, нельзя подчеркнуть. Кроме этого газета у меня есть переплетенная, как книги, с корочкой. Ну, как в Краевой библиотеке. И написано, для будущих поколений. Газета уходит. Бывает, совсем исчезает. Ну, представьте, я в библиотеке. И прошу, дайте мне за июнь 41-го года. И там рейс канцлеру Германии, господину Адольфу Гитлеру. Приветствия Молотова, Сталина. Дружба на веках. А за этим еще будет стоять 28-30 миллионов русских. Миллионов жертвы. Геноцид евреев. Цыган и свидетелей Евгова. А тогда такие отношения. И дальше. Киев никогда не сдадим. Киев никогда не сдадим. Заголовок крупный. Проходит неделя. Киев сдан. И в плен пошло полмиллиона. Таких жертв не было за всю мировую историю. За первые месяцы 4,5 миллиона пошло в плен. И до туда дошло, до места. Зима. Не давали ни лопат, ничего. Замерзали, не кормили. Много. Уничтожить славянское население. А это мои дядя. Три дяди там были на фронте. И вот они шли и умирали. И тогда уже Гальдер, кто там, генерал пишет. Это же живая сила. Разве можно так обращаться? Это пленные. Ну, Шолохов написал судьба человека. Как там было? Бежал. Ну, это просто выдумка. Такого нет. Что там такого начальника он сумел, привез там и прочее. Даже история не знает этого. Вот 9-го был. Это единственный случай за всю войну. Когда он немецкий самолет угнал. Бомбардировщик или что. Сам летчик. Подготовили. Охранник им доверялся. И они его убили. И во время обеда самолет и полетели в другую сторону. И который летчики их догонял. А он полетел, куда сказали. Радары не работали. И теперь, после войны, они встретились. А 9-й, представь, какой случай. Самолет готовый, немецкий. Пригнал. И с собой сколько еще там было. И всех прибыл. И что ему дали здесь? ГУЛАГ. 10 лет. Более безумной власти не было. И он отсидел. И что жена о нем дает интервью. Считаешь и не верится. Единственный случай. Трижды героя даже было. Три у нас. А это один человек такой. Самолет угнать. Из Германии. Из центра. Новые конструкции. С полным баком, с вооружением. Вещь неслыханная. Это не было нигде. Во всей мировой войне. И этого человека в ГУЛАГ. По подозрению. Даже не верится. Но это так. Он сидит. Сам рассказывает. Мы должны благодарить Бога. Что сегодня ничего этого нет. Есть мирное время. И людям никогда не угодить. Ни Навальный. Ни немцов. Никто не решит. Как они говорят. Проблем. Не недовижу это слово. Нерешенных вопросов много. Но мы свободны. Смотрите. Ведь практически шестое. Еще четыре дня будет месяц. И нас никто не трогает. А они-то смотрят интернет. Они видят. Скажут доклад. Он остался. Обманул. Опять нас. Опять провел. Лагеря нет. И лагеря есть. Да еще лучше мы сделали. А они обследуют. А если сунуться. Не надо. Я думаю. Они сказали. Не надо. Когда Высоцкого сказали. Какие-то слова сказал. А Дропов. В то время глава КГБ. Он сказал. Не надо. При таком образе жизни. Он долго не протянет. И все видят. Что у нас тут есть. Тоже может думать. А они долго не протянут. А мы не только не протянули. А мы уже. И с Легией. И там. И в себе сделано. У нас все делается. Благословение Господне. И мы за власть молимся. Президент Путин Владимир звать. Пример-министр Медведев Дмитрий. Глава администрации нашего района. В крае Карлин Александр. Донард в Америке. Мы всех знаем. Ардайген в Турции. Амана Тулеева. Рамзана Кадерова. Мы всегда поминаем на молитву. Они под угрозой. Аман Тулеев. Мусульманин. И принял христианство. Пишут. И его там какие-то собирались советы в разных местах. Мусульманин убить. Убить. Приблизиться и убить. Насколько достоверно. Не знаю. Но интернету такими сведениями. Но судя по его поведению. Похоже, что он. Он говорит. Стоит где-то там за капельной. И говорит. Выше Христа никого не было. Мусульманин. Он так не скажет. Мусульманин всего. Только скажет, что Иса пророк. Мир ему. Они добавляют. Это нам тоже надо научиться добавлять. Садимся за стол. Владимир. У кого нет? У меня, пожалуйста. Никита. У кого нет, значит, вы знаете, что делать. Бежать. И куда? До лукомойника, а потом до садового. Вот. Мы здесь кушаем. Ура, ура. Здесь кушаем. Светая вода выкрывает. Вы там дверь открываете? Или что? Откуда махатана летает? Понять не могу. Неужели есть порт? Светая вода. Светая вода налейте? Да, да. Светая вода налейте. Попробуем. Да, да. Прославите. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, побилуй нас. Аминь. По славу Божию. Ешьте, до света. Чуть больше недели до волосного. Так. Чесноку дайте ход в женузах. Так, это, подожди, а кто их за стол позабил? Я этого не говорил. Ну-ка, вылезь готовы. И они опять рядом. Вот здесь, если можно болеть, то освободите лесу. Вот здесь могут бояться. Из-за стола губы сожжены. Вот здесь. Вот здесь. Вот тут первая, вторая. Это и больше закончится. Это же перейдите, девчон. Это так любое за нарушение пойдет, что на стрельбе посидит. Становитесь, это ваше место, мальчишки. Попробуем. А нет, на коленках сидят. Так, ну-ка, спасибо. Посмотри, там, где они как. Тихо. Мы останемся на такой струк. На кухне собака варит пищу. Надо, чтобы он утром, если свободен, у нас как, вот эта хлопушка, одним махом, семерых побевахом. Коля, молча сиди. Виктор Николаевич. Виктор Николаевич. Виктор. Или целую половинку. Половинку. Подписывайтесь. Хватит. Подписывайтесь.